Добрый вечер, уважаемые телезрители! Здравствуйте, Расул Маговедович! Еще раз позвольте поприветствовать вас сегодня в нашей студии. Я думаю, что нас сегодня ждет такой интересный, насыщенный разговор, потому что туризм все-таки является одним из таких китов развития экономики нашей республики. За прошедший год уже официальные цифры известны. Нашу республику посетили более двух миллионов человек. В связи с этим я позволю себе задать первый вопрос от себя, а дальше мы уже будем обращаться к тем вопросам, которые пришли от наших зрителей, которые будут поступать. Итак, можно ли сейчас уже подвести какие-то промежуточные итоги вот этого сезона 23-24? Зимний сезон сейчас продлился немного, учитывая как бы погодные условия, но тем не менее, есть ли уже какие-то основные цифры, можно ли говорить о каких-то результатах? Да, добрый день, Мадина, спасибо за приглашение в эфир, в студию. А вот касаемо зимнего сезона и его цифр, так сказать, то на сегодняшний день мы, подводя итоги трех месяцев, можем сказать, что посетило более 990 тысяч туристов, почти миллион человек за зимний сезон. Ну, как вы правильно отметили, зимний сезон еще не заканчивается, и правильно было сказано, что этому способствуют и погодные условия, но в то же время и качественная инфраструктура, которая на курортах с каждым годом развивается. Это системы искусственного снегообразования, которые также позволяют продлевать зимний сезон. И вот Архыз у нас до 1 мая продлевается, ну и Донбай, соответственно, до конца апреля в том числе. Ну, практически не отстает. Да, да, абсолютно верно. А вот это процентов на 10 ориентировочно, ну, мы подведем итоги, конечно, чуть позже, да, но процентов на 10 мы уже видим динамику роста по отношению к прошлому году. Ну, и хочу заметить, что ежегодно, ежегодно динамика положительная. Турист выбирает местом зимнего отдыха. Если мы говорим только сейчас о зимнем отдыхе, Карачаево-Черкесию стабильно. Ну, понятно, что и летний отдых не отстает, но тем не менее, раз мы задели тему инфраструктуры... Об этом чуть позже. Да, обязательно затронем эту тему. Вы сказали о том, что вот развитие туризма, конечно же, способствует развитию инфраструктуры. Если говорить о том, какие, может быть, новые объекты у нас появились и планируется сейчас строительство, можно, в принципе, сейчас прямо в начале нашей беседы обсудить и похвастаться, может быть. Да, несомненно, потому что залогом успеха развития территории является качественная инфраструктура, которая обеспечивает в том числе привлечение инвестиций на территорию. Она просто жизненно необходима. В этой части, я хочу отметить, что на примере Архиза уже якорный инвестор приобрел акции Архиза, как мы все знаем, и продолжает развивать этот курорт. Вместе с тем, в настоящее время выполнены работы по мастер-планированию территории, в настоящее время разработка других документов территориального планирования проходит. А дальше, соответственно, они будут приступать к строительству различных объектов. И это объекты не только связанные с горнолыжной инфраструктурой, это различного рода аттракты, то есть которые позволяют нашим гостям проводить время, не только катаясь на лыжах, но еще у нас много людей, которые не катаются на лыжах, но приезжают в том числе насладиться природными достопримечательностями. То есть это все позволит предоставлять комплексный продукт. Что немаловажно и для людей, и для нас, как для региона, который должен обеспечить условия для экономического роста. Экономический рост, как мы с вами знаем, это вклад непосредственно в инфраструктуру, в отдых, то есть людей, которые приезжают. Касаемо новых объектов, хочу отметить, что на территории курорта Донбай, у нас буквально в прошлом году в рамках инфраструктурного меню были проведены работы по расширению действующих горнолыжных трасс, также увеличению зоны катания, расширению этих трасс, и строительство полосы новой трассы. Также строится канатная дорога. В планах начать еще одну канатную дорогу, которая также обеспечит, во-первых, сбалансированный поток туристов, потому что, мы с вами понимаем, везде на горнолыжных курортах в стране у нас при большом наплыве людей, конечно, образуются какие-то очереди. Но хочу отметить, что они у нас не такие большие, как на других территориях, поэтому вполне доступны. Если говорить о Бархазе, это шесть станций нижних, для того, чтобы люди смогли подниматься. Но в Донбай их меньше, конечно, поэтому в Донбай строятся, в том числе, новые канатные дороги, для того, чтобы сбалансировать это. Также, наверное, стоит отметить, что у нас в Донбай появился туристский информационный центр, который в рамках единого окна может оказывать услуги туристам, не только информировать о территории, где они находятся, а в том числе и оказывать услуги необходимые. То есть рассказать, где можно провести время тем, кто не катается на уликах. Рассказать, где забронировать отель, порекомендовать, получить услуги инструктора. МФЦ туристическая, в общем-то, да? В общем-то, да. Своего рода. И в том числе в Архазии тоже реализован уже такой проект, который также позволит оказывать услуги туристам. Ну, раз уж мы заговорили о вот таких информационных центрах, а мы знаем, что вот центр, который в Донбай, он был реализован, этот проект, при поддержке непосредственной министерства, в том числе. И, исходя из этого, как раз подходящий вопрос поступал от жителей, да, какая сегодня поддержка оказывается предпринимателям в туристической сфере? Вот можете как раз осветить и рассказать нашим телезрителям, как же вот воплощать такие проекты масштабно. Да, безусловно, это грантовая поддержка, которая была и в 22-м году, и в 23-м году. И туристический информационный центр, да, появился благодаря нашей поддержке. Ну, и в настоящее время реализуются проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения, которые также продолжают, продолжают, продолжается эта практика. И в этом году мы ожидаем, что в Министерстве экономического развития Российской Федерации будет объявлен конкурс, куда каждый желающий может подать заявку, сформировать необходимый комплект документов, конечно, поучаствовать в конкурсе на привлечение средств для реализации своего проекта в этом направлении. Вот, модуль некапитальных средств размещения, это... Домики, да, такие? Ну, они в разном формате существуют, кто-то реализует их. Это опять зависит от самой инициативы, от того, какая структура у этой инициативы. Кто-то реализует это в виде домика, кто-то реализует это в виде двух-трехэтажного некапитального строения. Это тоже возможно. Ну, то есть без вот этого заливания цивента, да, вот этих ручей. Это доступно на территории лесных участков, где нельзя капитальные строения строить. Вот, ну, мера, она очень востребована в нашем регионе, ну, и по всей стране, хочу отметить. Поэтому правительство Российской Федерации принимает решение регулярно проводить конкурсный отбор и достаточно большие средства выделяет для того, чтобы реализовать. Потому что задача основная для государства сегодня стоит наращивание номерного фонда, который позволяет, соответственно, увеличивать количество путешествий. Потому что без инфраструктуры номерного фонда просто людям нигде проживать. Невозможно будет остановиться. Что ж, сразу видно, что активная работа в данном направлении ведется. И отрадно, что, в принципе, это еще также поддержка местных предпринимателей. То, что люди могут развивать свой бизнес, малый и большой в том числе. Вопрос поступил по актуальной такой достаточно теме. Сегодня безопасность. Безопасность на курортах. Как она сегодня обеспечивается? Ну, ввиду последних событий, я думаю, ни для кого не секрет. Вот хотелось бы узнать, как мы гарантируем эту безопасность приезжим. Да, мы регулярно. У нас даже есть и комиссии по безопасности на правительственном уровне. И мы в плотном взаимодействии со службами Министерства внутренних дел. Также это касаемо обеспечения охраны общественного порядка. Часть обеспечения безопасности на склонах – это спасательные отряды республиканские, что касается в Донбайе. Что касается в Архизе, это своя служба, это и частное охранное предприятие. То есть, в целом, хочу отметить, что довольно-таки в положительной динамике у нас никаких случаев таких, чтобы можно было сказать, что они резонансные. Их не было. И в целом сезон проходит очень спокойно. Будем надеяться, что так оно дальше будет продолжаться. Все равно, когда скопление людей большое, оно требует особого внимания. Вот еще один вопрос о насущных проблемах. Касается он парковки. Парковки в поселке Донбай. Я думаю, что многих волнует этот вопрос, потому что часто достаточно в социальных сетях поднимается эта тема. Как сегодня обстоит дело? Вопрос звучал, да? Где припарковаться в Донбай? В Тиберде, да? Ну, мы так не скажем. Скажем, что в Донбай есть парковочные места. Это бесплатные две стоянки, по крайней мере. Одна эта находится на везде в поселок. Это где бывший пост ГАИ. 30 машиномест. И вторая находится рядом с администрацией в районе Пехтового мыса. Я понимаю, что, конечно же, есть такая проблема в Донбай. Не хватает количества парковочных мест. Мы постоянно вот и с администрацией Карачаевского городского округа в этом плане. Вот в части подготовки к зимнему сезону, так как большой наплыв машин мы всегда наблюдаем. Мы формировали даже парковочные места отдельно для того, чтобы можно было комфортно оставлять свой транспорт. Ну и хочу отметить, что они были в достаточно большом количестве сформированы, но и не были заполнены. Что касается цен, мы просим также предпринимателей, которые осуществляют услугу по предоставлению стоянки, чтобы это было в разумных пределах. Но вместе с тем хочу сказать, что сейчас как раз та фаза, в которой мы находимся и формируем документы стратегического развития территории, где, безусловно, будут предусмотрены и перехватывающие парковки, и внутри поселка Донбай. То есть так, как должна функционировать территория, вот в этом ключе, в плане обеспечения парковочных мест, вырабатываем сейчас меры, как будет это все жить, как это будет связано. На бумаге это одно, а в жизни... Безусловно, да. Всегда нужно и на бумаге рисовать так, чтобы можно его реализовать. Да, потому что мысли разные бывают. Вот поступил вопрос от жительницы аула ДГХАБЛЬ. Валентина Умаровна спрашивает. Моя внучка учится в Ставрополе, оканчивает вуз, направление туризм. Сможет ли она по его окончанию устроиться на работу по своей специальности в Коричаево-Черкесии? Мы готовы помочь в этом вопросе, даже если оставите координаты, с удовольствием. Потому что мы вот с вузами всегда проговариваем вопрос, во-первых, прохождения практики на территории наших отелей, во-вторых, стажировки и возможного дальнейшего трудоустройства. Потому что инфраструктура в рамках курортных территорий, коллективных средств размещения, общепит, она уже достаточно сформирована и она прогрессирует с каждым годом. Соответственно, наши ребята, которые учатся у нас, мы хотим, чтобы они максимально были интегрированы в этот процесс, чтобы они обучались. Мы даже готовы организовать стажировки и на других территориях. Ну и, соответственно, с удовольствием, если наши ребята, которые учатся вне нашего региона и приезжают к нам работать, конечно же... В случае чего можно обратиться в министерство? Безусловно, да. В этом как раз также задействованы наши региональные туроператоры. В общем, система работает? Да, я хочу отметить, что наша стратегическая задача – это обеспечение кадрами, потому что это глобальная, государственная на территории страны задача, но мы тоже большое значение уделяем этому вопросу. Вот тут поступил вопрос касательно, кстати, кадров, раз уж мы заговорили об этом. Жительница Черкеска спрашивает, каждый раз, приезжая на наши курорты, возмущаясь тому, на каком уровне находится сфера обслуживания. Существуют ли службы, экспертные сообщества, которые регулируют и аттестуют специалистов этой сферы? Ну, то есть, видимо, человека не очень хорошего. Возможно, да. Я не готов детально прокомментировать этот вопрос. Почему? Потому что я не понимаю, а с чем именно столкнулись, для того, чтобы, наверное, рассказать, каким образом федеральное законодательство регламентирует ту или иную услугу в этом ключе. В части, допустим, гидов мы проводим эти мероприятия, мы проводим аттестации, да, потому что это регламентирует федеральное законодательство. В части инструкторов эта работа только на уровне федерации законодателя ведется для того, чтобы можно было обеспечивать также аттестации. В части, допустим, проживания в отелях, в гостиницах, да, это классификация средств размещения в этом плане. Также работа ведется, и мы призываем всех предпринимателей обязательно классифицировать свои средства размещения, потому что это наш имидж, это наше лицо. Потому что, когда человек бронирует и планирует свою поездку, он в трехзвездочном отеле ожидает, да, ожидание, реальность, конечно, должно соответствовать, безусловно. Это очень важно. Поэтому мы регулярно проводим эту работу и дальше планируем продолжать. Мы даже дальше планируем сейчас пойти, мы планируем проговаривать совместно с предпринимателями, которые реализуют формат модульных, не капитальных средств размещения, чтобы классификация проводилась и там. А вот, кстати, если уже говорим опять-таки о проверках на соответствие, тоже поступил вопрос. На курортах Карачао-Черкесии предоставляется очень много частных услуг. Исходя из того, что в последнее время туристам предоставлялись сомнительные услуги, и как итог, люди травмировались или даже погибали, хочется спросить, кто проверяет соответствие безопасности и качества оказываемых услуг. Проверяется ли качество еды, продуктов питания, которые предлагаются в частных кафе. Тут и безопасность, и общепит соединили. Очень хороший такой, всеобъемлющий вопрос. Мы знаем, что были ситуации, все-таки травмировались. Это когда, скорее всего, к непроверенным, да, каким-то, наверное, все-таки обращаются? Это когда предприниматели, ну, не совсем, наверное, правильно выстроили структуру оказания услуг, когда нет элементарных средств защиты, нет элементарного инструктажа. И также, наверное, оказание услуг где-то и противозаконно. Вот, а в части, травмы нам известны, какие были получены в прошлом году. Это, наверное, вовремя не пройденные технические регламентные работы по автомобилям, на которых оказываются эти услуги. Это, на самом деле, это имеет большие последствия. И в этом плане у нас также сформирована комиссия межведомственная, куда включены все заинтересованные структуры. Это и МВД, это и Роспотребнадзор в части именно общепита. Вот, поэтому эта работа ведется, и, как бы, она дальше будет усиляться только, потому что мы с вами прекрасно, как бы, понимаем и отдаем себя в отчет, что от качества оказания услуг и от уровня сервиса зависит наше дальнейшее развитие. И здесь же нужно понимать, что не только у нас есть территории, туристические архозы Донбай, а есть и в нашей макротерритории, на территории Кавказа. Я уже не говорю о всей России. И, как бы, время приходит, когда туристический продукт должен быть конкурентным, и мы должны в этом плане... Ну, да, соответственно. Ну, стоит еще, я думаю, добавить, что все-таки и люди, которые пользуются этими услугами, они должны обращать внимание на какие-то красные такие флажки, я не знаю, звоночки. Да, если услуга, которая, по идее, ну, грубо говоря, там, стоит определенных денег, и тебе предлагают ее в 10 раз дороже, ну, в 10 я утрирую. Все-таки стоит, наверное, задуматься, на каком уровне будет оказано это. Ну, безусловно, конечно, это всегда так, мы с вами, выходя на улицу, либо покупая где-то хлеб, наверное, тоже должны там, либо он на улице, на прилавке, да, санитарным условием, соответственно, или нет, либо он там в хлебной лавке продается. Но вместе с тем, как бы, наша задача все равно максимально сделать так, чтобы люди понимали, где это получать. Поэтому я и говорю о важности такой инфраструктуры, как ТИЦ. Потому что вот ТИЦ, конечно. Централизованно это должно быть, да. То есть они не предложат услуги тех, кто, как бы, не соответствует стандартам. Абсолютно верно. Это хорошо. Вот поступило два вопроса сразу одновременно от жителя поселка Домбай. Олег Юрьевич Пондаренко спрашивает. Домбай – горнолыжный курорт, но там нет элементарного фельдшерского пункта. Его, если сломал руку или ногу, в своем кабинете в квартире принимает частное лицо за деньги, делает рентген и накладывает гипс. Это вообще нормально? И второй вопрос тут же. В соседнем доме с администрацией бак с мусором всегда переполнен. Туда даже подойти трудно. Но это вопрос по обстановке с мусором. Кстати, у нас было несколько таких обращений от жителей. Давайте по порядку. Вот касательно фельдшерского пункта в Домбай. Действительно ли его нет? И как вот действительно, все-таки это курорт. Мне кажется, легко сломать руку или ногу. Да, но здесь я хочу сказать, что глава республики Рашид Борисович уже озвучивал о тех договоренностях с Минздравом России, которые позволяют нам в этом году построить ФАП со всем необходимым современным оборудованием, который, конечно же, должен быть такой на территории. Но вместе с тем, медицинские все услуги, они оказываются. Дежурит постоянно карета скорой помощи, для того, чтобы, если более сложные какие-то травмы, можно доставить в Карачаевскую больницу. Но эта работа ведется, и она была уже озвучена, поэтому процесс идет. Насчет мусора я себе как бы пометочку сделаю, мы проговорим с муниципалитетом. Я думаю, этот вопрос не должен возникать. Да, я же говорю, несколько было вопросов, связанных именно с мусором в плане на курортах. Ну, про Домбай, кстати. Ну, хорошо. Идем далее. Значит, Виктор Кучерина, Зеленчук, задает вопрос. Хочу взять землю в аренду в районе Пхии, куда сейчас прокладывается дорога. Как это можно сделать и куда надо обращаться? Ну, я не знаю, это в вашем ведомстве или нет, но если нет, то скажите, куда обратиться. Ну, земля, да, не совсем, это, наверное, наша история. Если говорим о каких-то инвестиционных проектах, которые в туристической отрасли, то мы готовы тоже оказывать содействие и с районной администрацией, и, может быть, зависит от параметров проекта, что это такое. Но я рекомендую обратиться все-таки в администрацию Рубского муниципального района, если это касается территории Пхии. Конечно, безусловно. Вопросы земли при оставляеме в аренду, там, все процедуры остальные, это все-таки введение муниципалитетов. Ну что ж, спасибо большое. Будем знать, если вдруг надо брать в аренду землю на Пхии. Вот интересный вопрос, который волнует, ну, наверное, 90% жителей республики. Звучит он следующим образом. Чтобы отдохнуть компанией в несколько человек или семьей с детьми, нужно потратить более чем кругленькую сумму. Почему руководство республики правительства не ведет переговоры о снижении цен на скипасы для местных жителей? К примеру, на горнолыжном курорте ведучий в Чеченской республике, человек подготовился, стоимость скипаса для взрослого составляет 750 рублей, а для ребенка 500. Экскурсионный стоит 600 рублей для взрослого и, соответственно, 400 для ребенка. Когда данный вопрос решится и в нашей республике? Или курорты Карачаева-Черкесии только для людей с тугими кошельками? Ну, цены на скипас, они достаточно динамичные, зависят от времени года, от сезонности. Вот что касается каких-либо льгот, опять-таки... Я знаю, что есть льготы для инвалидов, да? Есть, абсолютно верно, льготы для инвалидов. И мало того, что мы запустили акцию в мае и июне, в том числе, это, наверное, для наших граждан будет тоже важна, скидка на скипас в размере 50% в Архизе. Ну, это семьям с детьми в рамках объявленного года семьи. Срочно нужно создавать семьи и ехать отдыхать на город. А у кого они уже есть, то необходимо просто поехать и отдохнуть. Это касается и Донбая. У нас 30% на подъем в мае и июне. Там достаточно просто предъявить документы о том, что... Вы семья. Да, вы семья. Свидетельство о заключении брака. Столько-то детей, да. Вот также эти скидки действуют и на территории Тибердинского национального парка, будут действовать, и на территории нашего Нижнеархизского храмового комплекса. Да, потому что важно, чтобы наши граждане, наши жители тоже путешествовали по нашему региону, потому что многие мало его знают. Да, вопрос действительно такой сложный, но хорошо, что какая-то работа все-таки ведется в данном направлении, и будем ждать все-таки мая. Итак, вопрос тоже... Ну, стоит сказать, что все-таки Министерство туризма, еще раз повторюсь, это, наверное, одно из ведомств, которому очень много вопросов, опять-таки потому что вы впереди планеты всей. Все-таки Карачаево-Черкесия, она ассоциируется с туризмом. Итак, вопрос звучит следующим образом. После присвоения статуса национального парка Тибердинскому заповеднику, на его территории началось строительство жилых комплексов. Местные жители отмечают даже перемену климата. Частые ветра появились. Как далеко зайдет это строительство? Ну, очень хороший вопрос. Я даже готов с заявителем лично встретиться и проговорить, что он имеет в виду, потому что вопрос немножечко абстрактный на самом деле. Времени не так много прошло после того, как заповедник наш поменял статус, приобрел статус национального парка. И на самом деле на территории национального парка тоже можно строить только в рекреационных зонах. Нельзя просто пойти в национальном парке, просто что хочу, то и построю. Ну, нет, так не работает законодательство. Поэтому, что касается территории национального парка, где именно эта постройка, ну, потому что мы не видим, чтобы какой-то бум строительства на территории тех зон, которые были запретны раньше, чтобы там какая-то активность по строительству началась и что-то вот пошло не туда. На самом деле этого не видно. Мы готовы там совместно и с национальным парком, там с администрацией Карачаевской посмотреть, что имеется в виду. Конечно, потому что, ну, допустимо на территории национального парка строительство различной инфраструктуры в туризме, потому что это, да, это федеральный закон. Вообще туризм отрасль такая, что это вообще большой мультипликатор. И важно, чтобы и президент это озвучивал, о том, чтобы на территории национальных парков развивалась туристическая инфраструктура. Понятно, что национальный парк в одном регионе и в другом, они совершенно разные, могут быть по рельефу, перепадам высот, по направлениям видов туризма. Поэтому у нас он способствует развитию экологического туризма, горнолыжного туризма. В плане экологических троп развивается национальный парк. В плане горнолыжки, ну, как бы, любая горнолыжная инфраструктура сегодня, она так или иначе сопряжена с прилеганием территории к национальному парку. Поэтому такой вопрос, который требует, наверное, детального погружения, потому что, ну, я еще раз повторюсь, что мы не видим там активного бума. Ну, здесь я не вижу контактов, да, допустим. Но если это вы задали вопрос, вас интересует эта тема, вы можете опять-таки записаться на прием, да, я правильно понимаю? Да, безусловно. Кстати, вот, если уж мы заговорили про туристические маршруты, был интересный вопрос. Второму туристическому маршруту, находящемуся на территории нашего региона, присвоен статус национальный. Что дает данное звание? Так, ну, я могу ответить коротко, могу ответить емко. Давайте озвучим, что за первый маршрут, которому присвоено звание национальный. Первый маршрут – это сказочная Карачаево-Черкесия. Это национальный маршрут. Что такое национальный маршрут? Это маршрут, который имеет особое значение для региона с целью продвижения туризма в регионе. Данные маршруты присваиваются экспертным советам и утверждается приказом Министерства экономического развития Российской Федерации. А экспертный совет такой достаточно солидный, куда входят и должностные лица федеральные, и ведущие туроператоры страны, и другое туристическое сообщество, и эксперты. Соответственно, мы формируем не самостоятельно министерством, куда мы хотим, туда и давайте нарисуем. То есть это не так работает? Не так, да. Мы совместно опять-таки с людьми, которые непосредственно работают в сфере туризма, это и туроператоры наши, мы формируем наиболее востребованные локации по тематическим направлениям, формируем их в некую единую цепочку, и дальше проходит защита на федеральном уровне, после чего присваивается или не присваивается статус национального маршрута, который дает нам возможности продвижения на федеральном уровне. Это опять-таки структурированный туристический пакет, который сопровождается и опытными гидами, сопровождается раздаточным материалом, четкий и понятный график, четко и понятно, где ты будешь жить, куда поедешь, что будешь есть и так далее. То есть это некий... Готовый тур такой, да? Абсолютно верно. Это прям структурный туристический пакет, который продвигают все туристические ресурсы страны. То есть таких маршрутов на территории страны 54, вот пока из них два это наши. Это серьезное достижение. У нас регионов-то сколько, да? А тут всего лишь 54, еще и два. Да, это требовало скрупулезной работы, конечно, совместно с представителями нашего бизнеса в том числе. С каждым мы проговариваем. Нам важно сформировать доступную цену. Опять-таки поэтому там участвуют и владелец отеля, и владелец общепита, и туристические операторы. Конечно, да. А второй маршрут, он... Если первый, это больше про наслаждение природными локациями, то второй маршрут, это больше исторический контент. Дело в том, что у нас есть с вами большое наследие в виде наших... Архитектурное, да? Да, абсолютно верно. Храмов исторических и других локаций, и куда мы выстроили вот это путешествие. И здесь вопрос в том, что турист, когда получают услугу по этому маршруту, он вплоть до еды, он окунается в такую историческую и культурную составляющую нашего региона. Мастер-классы проводятся, рассказывают, откуда эти блюда появились, какие их народности и так далее. То есть... Давайте озвучим название, да? По пути древних. По пути древних цивилизаций, да. Это очень даже интригующее название. Такое коротенькое уточнение, ремарочку, а где можно как бы приобрести или как попасть на этот тур? Как это вот делается? Человек из другого региона, допустим, увидит, как ему... Эти туры продают наши региональные, хочу отметить, туроператоры, которые у нас работают на территории региона. Они размещены на сайтах, они доступны. То есть забиваешь, да? Карачаево-Черкесия по пути древних цивилизаций, и он тебе выдает. Что ж, хорошо. Расул Магомедович, у нас такая интересная беседа, но я все-таки предлагаю немножечко прерваться на рекламную паузу, и после этого мы сразу же вернемся в нашу студию. Итак, рекламная пауза. Только 29 и 30 марта пройдет ярмарка от белорусской фирмы «Марко». Женские и мужские модели обуви из натуральной кожи, а также куртки и ветровки. Черкесск, улица Горького, 8, Центр развития предпринимательства с 9 до 19 часов. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. Московский классический театр балета представляет. Петр Ильич Чайковский, Лебединое озеро, 4 апреля, Черкесск, Городской дворец культуры. С 3 по 6 апреля более 380 производителей и поставщиков мебели, комплектующих, фурнитуры, оборудования для мебельного производства на выставке «Юмец». Найдите актуальные предложения для вашего бизнеса. Краснодар, Экспоград, Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «ТВ» на сайте «Юмец.ру». Сотелла мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2-й этаж. Телефон 8952-836-4703. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Шубы со скидкой 50% в рассрочку. Новая демисезонная коллекция пальто и курток. Вецкие меха. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Выполняем операции по полюсу ОМС. Иссентуки. Гоголя 80. Шоу слонов Андрея Дементьева Корнилова. В Кисловодском цирке с театрализованным спектаклем «Девочка и слон». Успеете купить билеты. Категория 0+. Ведущие хирурги. Для самых дорогих глаз на свете. Проведем комплексное обследование. Избавим вас от катаракты и победим глаукомы. Мы постараемся помочь в самых сложных случаях. Получим качество вашей жизни. Ждем вас у себя на приеме и сделаем все для здоровья ваших глаз. И это факт. Город Пятигорск. Улица Московская, 105. Телефон 8 800 700 90 89. Радио Россия расширила свою техническую базу. И звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Добрый вечер. Мы вновь в нашей студии. Напоминаю, в прямом эфире «Горячая линия» с министром туризма и курортов Карачаева-Черкесской республики Расулом Магомедовичем Тикеевым. Что ж, возвращаемся к вопросам от жителей нашей республики. Вот только что подоспела новая порция. Исмаил из города Карачаевска спрашивает. В соцсетях пишут, что Архиз продали Краснодарскому краю. Это правда? Расскажите. Везде информация была, она доступна. Это не Краснодарский край купил, это купил частные инвесторы, горные вершины компании. Это стратегический инвестор, который дальше планирует активными темпами развивать эту территорию. У них очень большой опыт есть для этого. Поэтому не совсем сказать, что один регион купил курорт у другого региона. Но если все-таки эта тема достаточно обсуждаема и в соцсетях, и в принципе на повестке, какие плюсы для региона это дает? Для региона любой приток инвестиций в регион, а он достаточно значительный, потому что у этого якорного стратегического инвестора есть обязательства. Какого рода? А? Какого рода вот хотелось бы сказать. Вот. Это доведение средств размещения до 8 тысяч койко-мест. То есть они должны построить 8 тысяч койко-мест. А сейчас сколько? Плюс. Сейчас, если мы говорим о территории особой экономической зоны, это 2100 койко-мест, которые функционируют. Дальше строятся резидентами еще порядка 3500 койко-мест. И плюс 8 тысяч койко-мест, которые должны построить. Далее. Серьезные показатели прям. Безусловно. Это требует очень значительных инвестиций. 30 километров горно-лежных трасс плюсом. Сегодня мы говорим о 28 километрах трасса в Архазе. Будет плюс 30 к 30-му году. Больше, чем сейчас существует. В два раза. В два раза, да. Плюс объединение единой зоны катания всех трех деревень. То есть это и «Романтики», «Лунная поляна» и «Дука». Соответственно, приток таких инвестиций, первое, дает возможность обеспечения, ну, во-первых, налогами всех отраслей, которые будут задействованы в процессе строительства. А налоги будут идти в бюджет? Ну, если это оказывается, оказываются услуги нашими предприятиями, строительствами, строительными, рабочие места, да, там и так далее, так далее. То есть комплексы и НДФЛ. То есть какая-то часть все равно будет поступать? Безусловно. Раз. Второе. Мультипликатор большой. Чем больше инфраструктуры, чем она качественнее, тем больше приток туристов, и причем туристов с разным, ну, я не хотел этого говорить, но да. Ну, понятно. В том числе, да. Вот. Это же дает нам эффект. Это же еще совместное развитие бизнеса нашего малого, да? Безусловно. Сопутствующее, скажем так. Кто-то поставляет продукты, начинает, кто-то там инвентарь, начинает, кто-то оказывает услуги, вообще вот все, что угодно. Поэтому, безусловно, это большой экономический эффект, в том числе и для нашего малого бизнеса. Ну, раз уж заговорили, я все-таки вопрос опять-таки от себя задам. Вот часто говорили о том, что в перспективе будет трасса, связывающая не только три поселка, но еще и как раз Красной Поляной. Вообще рассматривается такая возможность? Будет ли, в конце концов? Ну, это было бы, мне кажется, здорово. Сел такой в Архизе покататься и раз в Сочи. Безусловно, конечно. Было бы очень хорошо, когда можно объединить территории, да, как бы единая дорога. И к Кавминводам интересно, потому что у них санаторный курортный комплекс большой, да. И нам в части и горнолыжного, и экологического, и другого всех видов туризма. И, соответственно, Краснодарском крае, где есть морской отдых. Ну, этот проект, он достаточно большой, поэтому он требует дополнительной проработки. Ну, вообще существует идея такая? Реально. Ну, да, на федеральном уровне он обсуждается, это в сети, как бы везде это все есть. Ну, будем ждать и надеяться, что все-таки этот проект, как может, скорее, может быть, реализуется. Продолжаем вопросы. Значит, житель города Черкесска Альберт Ильясович спрашивает. У человека есть земля в аренде в Архизе, но нет денег, чтобы построить на ней гостиницу, чем-нибудь министерство туризма. Может помочь? Можете помочь? Ну, совсем нет денег. Ну, вопрос какой. Вот в части поддержки грантовой, ну, достаточно иметь от проекта половину суммы. Ну, то есть все равно какие-то средства нужны. Не так, чтобы ты пришел, у меня вообще ничего нет, помогите, да? Ну, вообще ничего нет. Вот тебе деньги построй, ну, как бы ни в одной отрасли такого не бывает. Какая-то часть средств все-таки должна быть. Здесь мы готовы подключаться конкретно к инвестиционному проекту. Если он необходим к реализации на этой территории, если он составляет какой-то интерес в плане оказания и формирования туристического продукта качественного. Здесь у нас есть и финансовые инструменты в виде банков, которые активно в отрасли участвуют. Есть льготное кредитование. Я не знаю конкретно какой это проект, сколько номеров. Исходя из этого, нужно подбирать инструменты, либо это по программе малого и среднего бизнеса, либо это по крупным проектам льготное кредитование. То есть все от проекта зависит, но еще раз повторюсь, что по каждому инвестиционному проекту мы готовы включаться и сопровождать. Тут интересный вопрос поступил от отельера в Архизе. Аида спрашивает. 90% владельцев гостиниц в этом году остались без заработка, потому что Авито не работает. Но я думаю, здесь не про Авито, а, наверное, про Букинг все-таки. Другие серверы, сервисы тоже. Люди не могут забронировать гостиницу. Можно ли создать в Карачаево-Черкесии какой-то аналог Букингу? Вот видите, все-таки. Чтобы и туристы приезжали, и отельеры без денег не сидели. Вы знаете, вопрос... И Букинг все вместе. Ну да, Букинг ушел с рынка. Вопрос такой, что есть ряд агрегаторов бронирования жилья, которые работают на территории, и базы Букинга перетекли к ним. Насчет того, чтобы 90% остались без заработка... Ну это, видимо, все-таки в частном таком порядке... Да, это, видимо, эмоциональный такой чуть вопрос, но я скажу, что мы вот буквально на выставке MITT заключили соглашение. Это, я скажу, как он просто называется, не название компании, а Островок. Всем известен Островок. Сейчас это действительно один из таких вот. И даже в некоторых банковских приложениях онлайн тоже можно забронировать гостиницы. На самом деле у этого агрегатора самая большая база. Здесь Яндекс есть, и другие агрегаторы есть. То есть, насколько мне известно, вот отели у нас и в Архизе, и в Донбайе, они не с одним агрегатором работают. С Авито работает больше, наверное, гостевые дома. Более мелкие. Да, да. Ну, Авито, он тоже доступен, он работает, насколько я понимаю. Я думаю, скоро здесь немножко... Ну, да, то есть, и опять-таки, вот подписав это соглашение, мы планируем максимально интегрировать наш бизнес, вот в том числе в этот агрегатор. То есть... А можно вопрос, это в частном порядке? То есть, допустим, у меня есть гостиница, я сама ищу выходы на этот агрегатор. Или это как-то комплексно? То есть, вот приходит министерство и говорит, так, ребят, кто хочет в агрегаторы, давайте сдавайте списки, мы вас там как-то продвинем. Это бизнес-процесс, в котором министерство, наверное, было бы неправильно, если бы мы постоянно вмешивались куда-то и так далее. Поэтому это процесс, который предприниматель бы строит сам. Если где-то есть какая-то проблема, там, где-то помощь им там нужно, да, ну, мы, конечно, готовы, как там, орган власти в этом содействовать. Хорошо. Вопрос от семьи Шкодиных, интересно, из города Черкеска. Хотели отдохнуть в Тиберде на озере Каракель, но заезд на территорию платный, стоит шлагбаум, да и местность стала менее привлекательна. Везде мангалы, к воде не пройти. Такая же ситуация на Форелевом озере, на что нам, местным жителям, можно рассчитывать, по-другому уже не будет? Вопрос к мангалам, наверное, и к шлагбауму. Пап, я не знаю, насколько давно там были, был заявитель, вот, я себе отмечу по платной парковке, насколько мне известно, санкционированной платной парковки там нет. Вот, и я, ну, когда проезжаю, там, еду в Донбай или специально в Тиберду, то я останавливаюсь, есть заезд, куда можно там оставить автомобиль. Может, это какая-то вот частная история, значит? Прогуляться, тем более, что озеро Каракель, оно сейчас обустроено, наоборот. Вот, и там есть и лавочки, и урны, есть, и освещение, есть, и брусчатка выложена, и пирсы есть, то есть... Давно я не была на Каракеле, надо поехать посмотреть. Да, следует посетить. И мангалов, кстати, там, ну, тоже нет, если они вот не появились буквально там. Ну, а про Форелевое озеро, все-таки, ну, понятно, шлагбаум, это все-таки заповедная зона, всегда нужно сбор, оплатить, все дела. Но мангалы действительно летом, вот, ну, к примеру, опять-таки, вспоминая свой опыт, очень много людей приезжают, и они действительно там жарят шашлыки прямо вот на берегу озера и... Со своими мангалами. Да, со своими. Со своими мангалами. Но здесь вопрос, наверное, к арендатору участка, то есть, который предоставляет эту услугу, но... Вообще можно это делать, учитывая, что это все-таки один из маршрутов, скажем так, ну, как бы... Должны быть специально отведенные зоны для этого, потому что люди по разным причинам-то прибывают, но если мы будем на берегу озера все жарить шашлык, ну, это превратится в шашлычную. Поэтому специально отведенные зоны должны быть для этого. Ну, я еще раз уточнюсь у коллег, в том числе с муниципалитета, каким образом там выстроена эта работа, ну, наверное, мы должны исключать, да, сплошную, если... Хорошо. Вот интересный вопрос поступил от жителя Черкеска. Эльдар спрашивает. На Махаре, на берегу реки, есть участки, застроенные базами отдыха. К воде не проехать, не пройти. Насколько законны такие постройки? Действительно хороший вопрос. Это, наверное, бывает и не только на Махаре. Ну, когда вот люди... Понятно, что частная территория, ну, насколько я, допустим, знаю, нельзя перекрывать, допустим, реку. Там есть же какая-то зона, да, по-моему, приводненная? Да, это водоохранная зона, это водный кодекс. Здесь могут в письменном порядке обратиться и к администрации района, и, думаю, в Министерство природных ресурсов, экологии. Как раз доступ к воде, он, насколько я знаю, должен быть открыт. Не совсем наша тематика. Ну, если вот увидел человек, можно куда-то обратиться? Безусловно. Нужно, во-первых, в администрацию района обратиться. Район может выехать в рамках своего земельного контроля, проверить вообще на предмет строительства данной базы, а имел ли право, а вид разрешенного использования соответствует, если это капитальное строительство, разрешение на строительство было ли выдано, там, и так далее, и так далее. То есть, в первую очередь, районы... Если есть такие факты, и мы их видим, нам нужно просто обращаться. И соответствующий компетентный орган это проработает и дадут обратную связь. Поступил вопрос уточняющий из города Карачаевска. Анзор Лаипанов спрашивает, про Архиз землю все-таки продали или отдали в аренду? Землю какую, извините? Архиз. Это вот у нас был, видимо, вопрос касательно... Что продали ли, да, в Краснодарском крае, да, тут продали или отдали в аренду, уточняю. Ну, нет, земля принадлежит государству, но право управления землей, оно переходит к инвестору. То есть, инвестор... То есть, в перспективе когда-то это может поменяться, да? Это не то, что права собственности как. Ну, здесь инвестор, он заходит по понятным правилам. То есть, у инвестора есть возможность строить свои объекты на земельных участках, которые непосредственно отводятся и утверждаются документами территориального планирования совместно с регионом. То есть, они четко могут планировать свой бизнес-процесс, цикл, каким образом, какие объекты должны строиться, и без земельного ресурса, соответственно, об инвестициях речи и быть не может. Поэтому сказать, что продали землю, нет. Право управления есть, да, то есть, оно было передано. Это Кавказ-РФ проводило непосредственно конкурсные мероприятия для того, чтобы отбирать якорного инвестора. Решение правительством Российской Федерации было принято. Поэтому вот, если я донес информацию... Это юридические тонкости, я думаю, что это, если человеку интересно, в принципе, опять-таки к вам на прием, да, я так понимаю? Вы же ведете прием граждан наверняка к вам. Безусловно, мы всегда открыты. Вот интересный вопрос, который, кстати, я тоже неоднократно слышала. Жители Зеленчугского района спрашивают, ну, это вот такой обобщенный, да, когда будет решаться вопрос с выбросом отходов жизнедеятельности в реке Архиза? Владельцы квадроциклов и другой техники на Софийской поляне моют свои машины, загоняя их в реки, воду из которых мы потом пьем. Ну, то есть, это, наверное, все-таки про технику. Действительно, вот на Софийской поляне можно наблюдать такое. И квадроциклы ездят, и там все, уже там травы практически не осталось. Без слез не взглянешь. На этот счет ведется такая достаточно большая работа у нами, правительством региона, и такое достаточно большое внимание уделяется. Я хочу сказать, что с ростом потока мы начинаем быстро наращивать объемы услуг. То есть, и квадроциклов, и джипов, и лошадей, и так далее. Чего только нет в корочестве. Бизнес начинает разрастаться, и это хорошо. Только бизнес должен понимать, какие правила игры в плане законодательства. Первое, обеспечить всем необходимым, определенная защита должна быть, да, там, те же элементарные шлемы выдавать, инструктаж проводить, договора заключать, страховки, оплаты, как принимать, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, юрлица или самознанятого. То есть, все это обязательно должно быть. Касаемо там, где они проезжают, и может быть, и... Но если факты есть, опять-таки нужно обращаться. Если факты нарушения в рамках водоохранных зон, пересечения рек, и так далее. Мы сейчас проводим работу над формированием сети туристских маршрутов, их дальнейшего обустройства. Мы планируем начать эту работу в этом году. Здесь большая работа у нас со смежными министерствами проводится также. И таким образом мы получим результат, при котором наши туристы получат возможность, тот, кто интересуется горно-пешеходным туристом, у него будут тропы маркированные, паспортизированные, обустроенные. Что вот полагается, в общем-то, да? Те, кто едет полюбоваться Софийскими озерами, реками, водопадами, извините, там это отдельные маршруты, чтобы не было пересечений людей, лошадей, с джипами, с квадроциклами. Там реально иногда будет страшно, ты там с одной стороны это, с другой стороны это. Все смешалось вдове облака. Да, дело в том, что и профилактическая работа ведется регулярно, и МВД, и гостехнадзор региональный, и штрафные санкции меняются, потому что, ну, это же наша территория. Мы сами можем либо правильно выстраивать процесс оказания туруслуг, наращивать качество этих услуг, что в итоге нам обернется плюсом и в имиджевом плане, и в финансовом плане, конечно. Об этом вот мы не устаем говорить об этом, но и процессы определенные проходят сейчас. И в этом плане и закон у нас принят в прошлом году. Мне хотелось бы, знаете, все-таки от себя тоже добавить, что мне вот большая проблема наших местных, опять-таки, людей, то, что мы немножечко не задумываемся о перспективах. Мы хотим вот здесь и сейчас. И это касается и выгоды, в том числе, да, вот как сказали, растут какие-то наши, разрастаются услуги, и сразу видно, что это определенный поток денежных средств, и вместо того, чтобы как-то подумать на перспективу, пытаются как бы все выжать сейчас. А нужно все-таки, да, немножечко более быть, я не знаю, дальновидным. Безусловно. Подумать, стратегически выработать. А что нужно? А давайте проанализируем, какие услуги не хватают. Чтобы потом больше заработать, скорее всего, да. Вот вопрос хороший был, есть. В прошлом году Министерством туризма и курортов в Карачаево-Черкесии провело Всероссийский туристический фестиваль притяжения, собравший более 20 тысяч участников. И сама была участником этого мероприятия. Это было шикарно, хочу сказать. Действительно, для нашей республики там огромный такой масштаб серьезный. Планируются ли в этом году подобного рода масштабные мероприятия? Запланированные? Да, безусловно, мы планируем и в этом году проводить данные мероприятия. Сейчас мы думаем над программой этих мероприятий. То есть, какие мероприятия нам провести для того, чтобы и сформировать, во-первых, локации, во-вторых, сформировать в том числе ночевки. Ночевки в отелях, чтобы общепит и отели, чтобы они загружались. Нам важно выстраивать, и мы это делаем, выстраивать работу в немного сбалансированности турпотока в межсезонье, в том числе. Ну да, у нас как-то идет, идет раз, идет, да. Да, да, да. Лето хорошее, экологический туризм, активные виды туризма, зима хорошего. Но вот межсезонье, вот там нужно нам загружать. Поэтому в этом году мы непременно это и объявим, на каких локациях, и какие мероприятия посетить смогут наши гости и жители нашего региона. Так, Расул Магомедович, у нас потихонечку заканчивается время, но на пару вопросов все-таки есть, да, еще пять минут у нас имеется. Вот вопрос поступил из города Черкеска. Ольга спрашивает, сколько экскурсоводов подготовлено за последнее время в сфере туризма? Можно ли получить такие услуги и каким образом? Я так понимаю, человек, наверное, хочет стать экскурсоводом. Экскурсоводом. Это замечательная инициатива. Мы всегда такие инициативы поддерживаем. С удовольствием примем, расскажем, проконсультируем. А может, вы скажете, когда можно прийти в министерство? У вас же, наверное, какой-то график приемной дни или что-то. Ну, у нас вообще последний четверг месяца, но мы готовы в понедельник принять. То есть, если человек хочет? Конечно, пожалуйста, да. Пусть запишутся, придут, соответствующие компетентные сотрудники примут и расскажут. Но мы регулярно проводим, когда у нас поступают заявки на аттестацию экскурсоводов, мы регулярно проводим заседание комиссии, аттестовываем. Мы ни в коем случае не задерживаем этот процесс. С точки зрения, где обучиться этому ремеслу, мы тоже подскажем. Вот вопрос хороший такой, тоже интересный. Насколько известно, впервые в апреле этого года будет организован большой тур с участием крупных федеральных туроператоров. Какие возможности это откроет туротрасли республики? Я так думаю, что это местные, наверное, турфирмы как бы интересуются. Дело в том, что мы каждый федеральный туроператор, с которым мы планируем работать или работаем, мы всегда максимально начинаем интегрировать наших местных туроператоров, принимающих, для того, чтобы денежный поток в том числе у нас оставался и в регионе для наших ребят. Чтобы они не были отстранены от этого процесса, это очень важно. А что нам даст вот этот рекламный тур, так называемый, для федеральных туроператоров? Там на самом деле это самые крупные игроки рынка туристических услуг на территории страны. И что важно, мы хотим более детально представить, какой имеется потенциал, какая имеется инфраструктура на территории. Потому что запросов очень много, и в том числе организовать какие-то дополнительные рейсы в аэропорт, минеральные воды, поставить автобусы на Карачаево-Черкесию. В этом сложности нет. Иногда бывают вопросы, связанные с большим, с возможностью принятия большого количества людей, да, одновременно. При этом ни в коем случае не уронить сервис. Да, и здесь одну группу поселить там в один отель, другую группу там в более худший или лучший там с уровнем сервиса отеля. Да, поэтому здесь нужен одинаковый уровень, и мы как раз эту работу ведем. Это запрос от наших туроператоров. То есть нам важно, чтобы мы с бизнесом совместно росли по уровню оказания услуг по сервису. Для этого мы и обучение, кстати, проводим персоналу. Так, Расул Магомедович, последний вопрос. У нас осталось буквально полторы минуты. Какие мероприятия в рамках года семьи запланированы министерством? Буквально вот основные. Да, вот я уже сказал о том, что мы организовали скипасы со скидками на территории Дамбая и Архыза, на территории национального парка, на территории Нижнеархызского городища. Мы уже провели мастер-классы на курортах в марте месяце, где семьи с детьми могли обучиться совершенно бесплатно катанию на горных лыжах или сноуборде. Дальше у нас также планируется и мероприятие, посвященное Дню туризма. И там мы будем проводить различные конкурсы, квесты для семьи с детьми. Это и призы, и викторины, и так далее. В общем, такая достаточно активная повестка. Планы обширные, барбаронские, ну и слава обу. Все хорошо. Итак, спасибо вам большое, Расул Магомедович, за то, что вы сегодня пришли к нам. Вы ответили предельно, мне кажется, на такие сложные достаточно вопросы. Главное, что это состоялся такой открытый диалог, и это не может не радовать. Для наших телезрителей хотелось бы еще раз напомнить, что если у вас остались какие-то вопросы, мы не успели задать все, но тем не менее. Если вас что-то интересует, обязательно обращайтесь в министерство. Телефоны, я думаю, можно найти на сайте. Вам всегда там рады и ответят на все ваши вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Напоминаю, это была «Горячая линия» в прямом эфире. Совсем скоро мы встретимся с вами вновь в этой студии. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»